Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Обсудим очередной влог. Хорошая новость для обдуганий. Голубцы, как готовлю их я и пирог с капустой. Значит, Уралочка сидит у нас за столом, да, натирает морковку, ну и говорит, что сегодня вот просто никуда, да, потому что еще болезные, болезные, да, Уралочка особенно, слушайте, ну, болезная, тем не менее, ездила в Екатеринбург. Далее, слушайте, не снимали видеоролик, оздоравливалась, оздоровлялась, как она говорит, оздоровели, да. Далее на даче, когда достаточно прохладно было в кофте, еще и на улице они, получается, сидели рыбу ели. И тут опять говорит, особенно она, это типа болеет. Ну и Сафар за кадром говорит, что он тоже заболевает, заболевает. Но ездил в квартиру, там он, значит, уже опять материал возил, потому что там дальше продолжается ремонт. Ну, Уралочка рассказывает про обдуганий. Да, решила опять выдать все его тайны, все рассказать, ну, скажем так, хорошенько все рассказать про него, прежде чем он пойдет в школу, прежде чем познакомиться с одноклассниками, которые уже, собственно, все будут о нем знать. Что вот он сказал, что последний день каникул, и надо как следует отдохнуть, то есть, ну, очень хорошо отдохнуть. Да, и на дачу ему ехать не хочется. А они типа решили с Сафаром пошутить, подмигнули друг к дружке, и типа, что вот надо ехать в сад. Ну, и значит, Уралочка рассказывает, что проснулся он и говорит, ну, обдугани, что, а что мы говорить, сегодня никуда не поедем? Ну, и Уралочка ему отвечает, что, ну, нет, еще не поедем, не хотим еще никого типа заражать, но тем не менее, слушайте, ездили же, катались. Ездили и обдугани, еще который не выздоровел, ездил в гости к братьям, где маленький ребенок. Ребят, о какой болезни может идти речь, что обдугани типа болеет вместе с Уралочкой, и она ему только вчера, как она говорила, начала давать таблетки. Ну, вот как это может быть правдой, скажите? Ну, серьезно, уже просто служить невозможно. Они его отправили в гости к братьям больного, да, и таблетки после этого только начали давать. Ну, просто уже невозможно слушать постоянно вот эту путаницу, вот это вот вранье. Ну, и дальше Уралочка рассказывает про приемы. Кстати, я уже про приемы говорила, что вот он смотрит всякие там фильмы, всякие там карате, да, и вот он уже Уралочке после того, как посмотрит фильмы, показывает приемы. Представляете, ребят? Уралочке показывает приемы. Я, если честно, уже боюсь представить, что покажет он потом. Сначала, я уже говорила, это были ножики, ну, пусть деревянные, сувенирные ножики, но ножики. А теперь уже приемы. Какие фильмы он дальше будет смотреть, и что он еще покажет Уралочке? Просто представить страшно. Ну, и получается, Уралочка его записала на карате, то есть на секцию карате. И Абдугани так переживает, так переживает, потому что Уралочке сказали-то, что вот там кто-то из начальства уехал в Самару, и надо ждать, и должны позвонить. И он ей прям говорит, что ты, говорит, телефон при себе держи и звук на полную сделай, дабы только услышала звонок, чтобы не пропустить и чтобы его действительно записали. Ну, и дальше Уралочка рассказала, что фильм ему с Ван Дамом поставила, она смотрела его два раза. Ну, и такой интересный фильм, значит, в поисках приключений. И, значит, Абдугани, чтобы смотрел этот фильм. И говорит дальше, что он такой интересный стал, взрослеет уже, уже давно должен повзрослеть. А у Уралочки все, он взрослеет. Но газ не может включить и боится его включать. И вот помните, да, когда еще раньше Уралочка с Сафаром куда-то уезжали, они говорили, что якобы оставили там ему поесть. И, значит, интересно, каким образом он ел, если он не может включить газ, чтобы подогреть. Ну, и, как я еще тогда говорила, да не может Уралочка его оставить у себя дома. Ну, правда, ребят. Ну, и дальше наша болезная, зато шустрехонькая Уралочка. Но она сама так говорит о себе, что она болезная. Не болеет, не простыла, а болезная. Говорит, что вот, значит, будут у них голубцы, здесь курица и говядина перекрученные, фарш. Ну, и, в общем, еще и пирог с капустой. Дальше жалуется Уралочка на Дуню, что Дуня стала мясоедом. Ну, ее уже тоже с утра завезли, таблетку дали, да, то есть Сафар уже везде поездил, дома не сидел. Ну, и говорит, что я дала, и она опять просит, опять давай. То есть уже жалобы на Дуню пошли, что слишком много Дуня съедает мясо. Вы знаете, когда животное болеет, да, то животному ничего не жалко. Лишь бы оно ело, неважно сколько, мясо это, дорого это или недорого. У меня, допустим, разрывается сердце, потому что животное никогда не скажет, где ему болит, что ему хочется. И в таком случае обсуждать постоянно, сколько съедает Дуня, ну, я не знаю, как можно так. Ну, и обозвала Дуню маленьким проглотиком. Представляете? Кошку, ту, которую якобы они любят, маленьким проглотиком. Ну, и дальше Уралочка говорит, что вот, значит, парни суп не стали есть, то ли ещё не зима, то ли я их, говорит, разбаловала. Ну, тут уж не поймёшь, да, но я думаю, что ни то, ни другое. Просто суп оказался невкусным. И мы понимаем тоже, когда Сафар стремится быстрее попасть в какую-нибудь забегаловку, ну, может, и не забегаловку, кафе, да, или ещё там чё-то, чтобы поесть. Понимаешь, что он просто-напросто голодный. И есть то, что готовит Уралочка, он не может. Дальше Уралочка говорит, никого я не учу делать, голубцы, никого. Я просто, мы просто показываем свою жизнь. Ну, да, показываем свою жизнь, рассказываем о своей жизни. А потом, когда оставляют критику в комментариях, начинаем выступление, да. Дальше Уралочка рассказала, что позвонил мастер и сказал, что Абдугани уже записали. Ну, и, значит, Уралочка говорит, что сказал Абдугани, что его записали, и он радёхонький просто прыгает, просто прыгает. Да, потому что идёт в секцию, где он научится драться. Ну, значит, Уралка готовит соус. Этот соус, вернее, соусом она уже будет, как я поняла, заливать голубцы. Кстати, я не готовлю так голубцы. Я готовлю более-менее натуральными их. То есть, я их закручиваю, заворачиваю, да, и укладываю в глубокую такую сковородку, либо кастрюльку. И соус у меня лишь исключительно из морковки, лука, ну и капельку-капельку томатной пасты и чесночок. Я такую заливку, прям, что одни помидоры, и такую заливку я не делаю. У меня это исключительно, как я говорю, постные-постные голубцы. И в основном готовлю на курице. Ну, бывает, бывает то, что делаю на свинине, если у меня уже просит муж, потому что он любит больше свинину. А я тогда уже ограничиваю себя, потому что, ну, как-то я, хоть и очень люблю я свинину, очень люблю, но я могу себе позволить иногда свиной шашлык, а так со свининой я себя ограничиваю. Ну, и дальше Уралочка показывает, что часть пережарки, она добавляет еще и в фарш. Нет, я знаю, многие так делают, я так никогда не делаю. У меня в фарш добавляется рис, добавляется лук, добавляется чеснок, приправы, и никакой абсолютно пережарки не добавляется. Ну, каждый делает по-своему, каждый делает так, как нравится. Ну, каждый хозяин сам на своей кухне и готовит то, что любят члены семьи. Ну, и дальше, значит, Уралочка говорит, что якобы уже надоело, здесь на кухне мало места, но ничего, говорит, там уже все делается, да, и скоро будет уже много места у Уралочки. Будет где развернуться, да, и будет где готовить уже не по одному ведру и тазику, а по два ведра. И главное, что туалет-то рядом будет. Ну, и в общем, ребят, так как видеоролик, опять же, очень длинный, я думаю, что сделаю я обзор из двух частей, и первую часть я уже буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу, оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok